В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город» в студии Татьяна Анкудович. Здравствуйте! Берег бухты Защитный стал недоступен выборжцам, живущим на Популе. Традиционные выходы к воде перекрыла администрация высшего учебного заведения, расположенного на улице Офицерской. Эту и еще ряд проблем озвучили местные жители на встрече с народными избранниками. Дело в том, что на территории института проводится ремонт стадиона, поэтому доступ сюда закрыт и пройти к воде стало невозможно. При этом подойти к берегу люди не могут и со стороны улицы Путейской. Прежний подход, по их словам, перерыт экскаватором. Мы не претендуем на их собственность, мы претендуем на то, что тропу надо нам сделать. На встречу с жителями пришли депутат Госдумы Светлана Журова, областные парламентарии Михаил Макаров и Олег Петров. Вы сегодня просите, чтобы в воздухе было выполнено федеральный закон. Да, 50 метров от воды. Если будет 50 метров, дорожка, значит вы спокойно будете гулять и никаких вопросов нет. Тут стык проблем. Одна все-таки это вуз, который не принадлежит городу, это филиал Санкт-Петербургского вуза. Мы думаем, что надо с руководством института обсуждать это, говорить, каким образом можно найти компромисс. Чтобы ознакомиться с ситуацией на месте и определить пути решения, во встречу приняли участие представители профильных комитетов районной администрации. Среди жалоб местных жителей – плохое состояние дороги, ведущей к станции юных натуралистов. А ведь по ней ходят дети. Специалисты отдела дорожного хозяйства сообщили, что ремонт объекта включат в муниципальную программу и при благоприятных погодных условиях проведут выравнивание проезжей части. Другая серьезная проблема – отсутствие освещения вдоль обочины. Депутаты пообещали рассмотреть возможность подключения фонарей. Обратились жители близлежащих домов и с просьбой организовать удобный подход к контейнерной площадке. А некоторым требуется помощь в решении разнообразных коммунальных проблем. Вопросов много. На самом деле, даже не ожидали, что настолько долго здесь задержимся. Это лишний раз подтверждает, что живое общение с жителями – это самое важное. Пригласили представителей исполнительной власти, комитет благоустройства, дорожный комитет, непосредственно на месте задали вопросы. И уже будем в ближайшее время смотреть и думать, как это все сделать так, чтобы люди были довольны. В первую очередь, они увидели обратную связь. Повторную встречу на улице Офицерской депутаты ЗАГСа планируют провести на следующей неделе. При участии руководителя учебного заведения обсудят пути решения вопроса подхода к воде. Виктория Иванова, Александр Сорокин. Медиагруппа «Наш город». Выборгские дворы преображаются. Работы ведутся в рамках муниципальной программы благоустройства. На улице Акулова, у дома номер 8, уже уложено новое асфальтовое покрытие. Также здесь заменили бордюрный камень и обустроили парковочные места. В первых числах августа подрядчики приступили к работам на улице Приморской. У домов с 54 по 56 обновляют дорожный проезд. Тротуар выложат плиткой. В рамках программы по благоустройству запланирована замена основания детских площадок и установка нового оборудования по 13 адресам. Один из них в поселке Гвардейском. На улице Центральной уже в этом году смонтируют игровую площадку. Реализация проектов осуществляется при поддержке 47 региона в рамках областного закона об инициативных комиссиях. Он позволяет при взаимодействии инициативных групп, жителей, депутатов, органов исполнительной власти благоустраивать территории. 22 августа – день государственного флага Российской Федерации. У прямоугольного полотна из трех одинаковых по размеру горизонтальных полос – любопытная и богатая история. Долгое время у нашей страны вообще не было официального флага. Первые упоминания о нем датированы лишь 17 века. Это произошло в годы правления царя Алексея Михайловича. Государь, изучив знамена разных стран, принимает решение о том, что его флаг будет окрашен в белый, синий и красный цвет. И в скором времени появляется первый торговый корабль «Орел», на котором был уже водружен флаг царской России. Доподлинно неизвестно, как он выглядел, но одна из версий – следующая. Флаг имел прямоугольную форму, в центре – синий крест, а углы были белыми и красными. Современный российский триколор, уже привычный для нас, появился благодаря Петру Первому. Царь лично придумал, каким будет новое знамя. Цветовую палитру он решил оставить неизменной, а вот сам флаг – обновить. Петр Первый, следуя делу своего отца, он видоизменяет немного флаг и устанавливает на нем горизонтальные полосы. С Петровской эпохи флаг России неоднократно видоизменялся. И только 22 августа 1991 года триколор вновь стал официальным национальным флагом Российской Федерации. Кстати, в различных источниках можно найти несколько вариантов трактовки трехцветной палитры. С другой стороны, каждый из нас волен увидеть в белом, синим и красном тот смысл, который ему ближе. Я не знаю, какие есть официальные, но мне кажется, что белый – это миролюбие, голубой – это морское владычество, и красный – энтузиазм, кровь. Я в первую очередь горжусь нашей страной. Я патриот нашей страны. Белый цвет – это, наверное, что-то светлое, мирное, такое благородное. Синий цвет – это верность нашей стране. Красный цвет, конечно, для меня – это победа, героизм. Я думаю, что белый – это облака, синий – это чистое небо, а красный – это энергия и синий. Российский флаг – это самое главное в нашей нынешней истории. Красный – это цвет победы, синий, наверное, цвет неба, а белый – цвет чистоты нашего народа. Белый, наверное, чистота, чистота души. Красный, наверное, жизнь, жизнь движения, вечная, как сказать, борьба между небом и землей. Ну и голубой цвет неба, цвет, как сказать, чистоты космоса, наверное, того, что мы здесь не просто… Ну, некоторые привязки к нашей планете, к нашему голубому шарику. Красный у нас ассоциируется исключительно с победами, с кровью, ну и опять же с красотой. Потому что красное – это всегда было красивое. Синее – это, естественно, вода, это флот, а белое – ну, возможно, действительно, тяга в небо. Красное – это, значит, красивая земля, белое – это облака, а синий – это небо. Кстати, если вы вдруг до сих пор не можете запомнить правильное расположение цветов российского флага, есть один простой способ. Существует легенда, что матросов торговых судов секли розгами за то, что они не могли выучить порядок цветов на флаге. И тогда для запоминания они придумали слово «бесик», благодаря которому цвета запоминать стало очень просто. Больше интересных фактов об истории российского флага можно узнать в детском отделе библиотеки Ауэр-Алта. Здесь работает выставка, посвященная главным символам нашей страны. Мы считаем, что очень важно детям с детства прививать любовь к своей стране, к своим традициям, к устоям нашей жизни. И детская библиотека проводит мероприятия для детей, которые знакомят с традициями нашей страны. Также мы рассказываем о символах нашей страны, не только о флаге, но и о гербе, и о гимне нашей страны. Рассказываем о народах, которые живут в нашей стране. Под музыку гимна, под расправленным флагом России, деятелям культуры, ученым, спортсменам вручают награды. Без этих отличительных знаков не обходится ни одно важное для страны событие. Мы с вами должны помнить о том, что государственный флаг России устанавливается на важных государственных объектах. Государственному флагу отдаются высшие государственные почести, его достоинства охраняются во всем мире. И оскорбление флага – это оскорбление чести и достоинства нации и государства. Галина Давыдова, Александр Сорокин, Андрей Неробов, Кирилл Воженин, Медиагруппа «Наш город». В день государственного флага в Выборге состоится акция «Мы, граждане России». 22 августа в полдень на Красной площади волонтеры будут раздавать прохожим ленточки цветов триколора. А в 13 часов возле городка аттракционов в парке Ленина начнется праздничный концерт «Над Россией моей» с участием местных творческих коллективов. Мероприятия, посвященные Дню государственного флага, пройдут и в поселениях Выборгского района. Насыщенно интересно соблюдением всех необходимых санитарных требований. Так планируют провести 4 сентября день города Выборга. Если, конечно, позволит эпидемиологическая ситуация в районе. По вопросу организации праздника уже провели несколько совещаний. Последнее состоялось 19 августа, в день 728-летия Выборга. Глава района администрации начал заседание с поздравления. Всем всего самого доброго, человеческого. А городу и району процветания, стабильности в той части. Развиваемся, движемся вперед. С праздником, антидуши, всего сердца и с района тех, кто не будет. На сегодня в Выборгском районе резкого всплеска заболеваемости COVID-19 не наблюдается. Если все сложится благополучно, то праздник состоится. Районная администрация ведет серьезную подготовку. Пока что планы таковы. Основные события должны развернуться на Красной площади. В 10 до 12 утра на Красной площади детская интерактивная большая программа, организацию которой обеспечивают творческие коллективы города Выборга. Это Вереск, Эльфы и культурно-досуговый центр. Исходя из требований Роспотребнадзора на Красной площади будет работать пропускная система. Чтобы попасть на вечернюю программу, нужно предоставить либо ПЦР-тест, либо сертификат о прививке от COVID-19. Предположительно, торжественную часть будут предварять выступления лучших творческих коллективов города и района. А в 2025 на городскую сцену выйдет победительница второй фабрики звезд, участница Евровидения Полина Гагарина. Она завершит концертную программу на Красной площади. На рыночной площади в 21.00 в рамках мотофестиваля Балтик Ралли выступит легендарный экс-вокалист, автор песен группы Deep Purple Джо Лин Тернер. Именно на его песню в этом году, что тоже является мне традицией, там прозвучит праздничный фейерверк в акватории над Выборгским заливом. Красочный фейерверк запланирован ориентировочно на 21.40. Отметим также, что если праздник дня города состоится, то до 8 часов вечера в сквере, расположенном между улицей Димитрово и Ленинградским проспектом, будут работать детские аттракционы. Днем задействуют и парк Ленина. Здесь планируется разместить две концертные площадки. Одна площадка традиционна для творческих коллективов Выборгского района, вторая площадка теперь уже традиционна для творческих людей города Выборга и Выборгского района, которые принимают ежегодно у нас участие в фестивале «Творческие люди». Кроме того, на совещании и профильным комитетам поручили проследить за тем, чтобы 4 сентября в городе были установлены временные урны. С более подробной программой празднования дня города можно ознакомиться на сайте администрации Выборгского района. Добавим, что на этот день запланирован и ряд других мероприятий. Возможность их проведения будет также зависеть от эпид-обстановки. Сразу после заседания официальные лица отправились на площадь Выборгских полков, чтобы возложить цветы к стеле «Город воинской славы». Вместе с ними дань памяти героям отдали депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Журова, а также депутаты законодательного собрания Ленинградской области Олег Петров и Михаил Макаров. К сожалению, такой формат не совсем праздничный в связи с понятными причинами. Но будем надеяться, что все-таки это рано или поздно закончится. Мы будем все вместе выходить, праздновать, как это было раньше, всех жителей с днем города. Пускай будет всегда мирное небо и солнечные дни. Всем крепкого здоровья и всего самого на лучшего. Галина Давыдова, Александр Сорокин, Валерий Престижнюк, Медиагруппа «Наш город». Еще одно место притяжения появилось в самом маленьком городе Ленинградской области – Высоцке. На финишную прямую выходит процесс благоустройства сквера Победы. Пока здесь кипит работа. Принять гостей он будет готов совсем скоро. Строительство ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды. Кстати, в том, что благоустройство стало возможным, есть немалая заслуга местных жителей. Данный сквер появился, наверное, благодаря им в первую очередь, потому что данный проект проводили голосование, и жители из двух проектов выбрали вот этот сквер. Также трудовое участие, дети непосредственно участвовали в плане того, что делали рисунки этого сквера. В таком плане, конечно же, жители подходят, где-то как-то участвуют в плане, подсказывают, где что надо, какие-то недоделочки убрать, потому что мимо не проходят. Здесь предусмотрена зона отдыха со скамьями, детская площадка. Идут работы по оформлению альпийской горки. Историческая зона оборудована информационными щитами с подсветкой. Уже установлены мемориальные плиты с фамилиями героев, чьи подвиги связаны с Выборгским районом. Местные жители считают дни до открытия сквера. Конечно, прекрасно. Было просто заросшее болото. А сейчас такая красота. Пенсионеры будут на скамеечках сидеть. Для детей площадка. Ну, вообще, Высоцк весь так становится все краше. Я сама работник детского сада, поэтому очень часто приходим мы вот сюда к памятнику, проводим мероприятия, посвященные и празднованию Победы. А сейчас будет вообще прекрасно. Средства на благоустройство сквера выделены из федерального, областного и местного бюджетов. Всего порядка 21 миллиона рублей. Работы было проведено много. Даже рельеф местности пришлось менять. Часть насыпалась, потому что рельеф оставили специально, чтобы было красиво. По рельефу, потому что, если отсыпать ровно, что-то теряется. А так, да, искусственно отсыпалась. Правая часть, она очень высоко поднималась. Там порядка полутора метров иногда доходило. Ну, это такие низины, там, где именно болото стояло посреди него. Выводили воду. Есть здесь и особо заметные объекты. Гранитный корабль – памятник бронированному морскому охотнику, участвовавшему в боях за освобождение островов Финского залива в 1944 году. Катера такого типа строились в блокадном Ленинграде. Проект конструкторы разработали всего за 15 дней. Проявляя небывалое мужество, умирающие от голода люди построили 66 таких кораблей. Катер под бортовым номером 503 был подбит при авианалете и затоплен около острова Игривой, рядом с Высоцком. Он разломился надвое. Его носовую часть нашли в нескольких десятках метрах от Киля. Проектировщики долго думали, каким должен быть корабль, установленный в сквере. Сначала была идея поставить здесь настоящее судно, но от него пришлось отказаться из-за больших габаритов. В итоге было принято решение сделать постамент из гранита. Весит он 18 тонн. На тыльной стороне корабля выгравированы достопримечательности Высоцка. Крепость, водонапорная башня, маяк. Общая длина памятника около 5 метров. Масштаб 1 к 50. Создал проект выборгский архитектор Евгений Труфанов. Как полагается, сначала набросок на бумаге, расчеты габаритов, эскизы изображений. Затем слепок из пластичной массы. И вот бронированный морской охотник на своем месте украшает сквер в Высоцке и знакомит его жителей с историей родных мест. Для детей, для родителей. В нашей школе учатся 80 детей. Поэтому я думаю, как родителям, так и деткам будет интересно. Для них это чудесное место, где можно провести время с родителями побольше. Пускай они знают свою историю города. Сквер Победы – не первый проект в Высоцке, реализованный в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В прошлом году город украсила уютная набережная. Планов по благоустройству населенного пункта у властей еще много. А местные жители готовы поддержать любую инициативу. Татьяна Анкудович, Валерий Пресижнюк, медиагруппа «Наш город». Более 10 паспортов коллективного иммунитета оформили предприятия Выборгского района. Напомним, в соответствии с постановлением областного правительства, этот документ рекомендовано получить всем организациям. Особенно в сфере обслуживания. Паспорт подтверждает эпидемическую безопасность оказания услуги. Его оформление возложено на Комитет поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации. Достаточно активно сейчас уже пошли руководители на оформление таких паспортов. Но это, прежде всего, связано с временным промежутком между двумя фазами вакцинации. Это три недели. И, соответственно, пока вот этот период проходил, паспорта, естественно, не могли оформить руководители. Паспорта коллективного иммунитета могут оформить только те предприятия, где 60 и более процентов сотрудников прошли вакцинацию против коронавируса. Также его получат организации, в которых 80% работников вакцинированы от COVID либо перенесли это заболевание в течение последних шести месяцев или же имеют медотвод. Предприятиям, оформившим документ, положен ряд привилегий. К ним не применяются ограничения, связанные с количеством посетителей. Это в целом. А для общественного питания это еще и режим работы. Например, время работы кафе и ресторанов продлено до двух часов ночи. Паспорт выдадут после проверки специалистами комитета всех представленных документов и согласования с Роспотребнадзором. Процедура получения займет не более трех рабочих дней. Затем информацию внесут в реестр. Списки предприятий, получивших документ о коллективном иммунитете, можно увидеть на сайте администрации Выборгского района в разделе «Потребительский рынок». С мольбертом по земному шару. В день города в выставочном центре «Эрмитаж Выборг» состоялся вернисаж художницы из Казани Полины Илюшкиной. Встреча с автором была долгожданной и дорогой сердцу каждого, кто пришел в этот день в музей. Дело в том, что Полину пригласил на Выборгскую землю безвременно ушедший от нас Ильдар Гелязов. Он хотел представить творчество художницы лично и именно в день рождения города. И, конечно, первые слова на торжественном открытии были о нем. Их произнес друг и коллега Ильдара Гелязова Фанис Морданов. Он всегда был яркий человек именно с точки зрения творчества, потому что мы много участвовали и в Санкт-Петербурге на разных выставках, в которых он был инициатором этого. Много он вкладывал и произведения, скажем, издательств, художественных книг Ильдар Фанисович. И многие-многие не только национальные проекты, а в том числе и в целом русскую культуру. Я всегда говорю, что я татарин, но я с русской душой. Также Ильдар Фанисович всегда говорил, что у него наполнение было, и его душа всегда была с нашими, с россиянами, неважно по национальности, и он всегда был признан своей отчизне, родине, городу, району. С приветственным словом гостям обратился глава администрации Выборгского района Валерий Савинов, отметив, что в нашем городе сложилась особая атмосфера гостеприимства. Город с огромной историей, о которой можно говорить бесконечно, но и самое главное, что смешание культур происходит сегодня и проследовало всегда. Это говорит о том, что высокий культурный потенциал и безграничная степень его дальнейшего развития. Полина Илюшкина называет себя художником-ориенталистом. Рассказывает, карандашам, кистям и краскам ее тянуло с раннего детства. Родители решили развивать талант одной из дочерей в этом направлении. Сегодня Полина проходит стажировку в творческих мастерских Российской академии художеств в Казани и путешествует по миру с Мольбертом. Путешествия всегда вдохновляют художников. У меня бывают и коллективные поездки с другими художниками, на международные арт-симпозиумы в Венгрию, в Египет, в Словакию, в Сербию, в Индию. И часть работ, представленных здесь, как раз-таки написана на этих творческих поездках с художниками. Для художницы главное – уметь остановиться, пристально всмотреться и увидеть прекрасные моменты окружающего мира, поразмышлять и представить их на полотне. Эта работа написана по впечатлениям поездки в прекрасную страну Мьянму, страну золотых пагод. Молодой послушник буддийского монастыря углубился в телефон. Наверное, он играет в мультяшную игру. Рядом с ними его друзья. Они вместе медитируют. Через какое-то время они вернутся к себе домой и будут ходить в школу. Многие местные жители или жители глубинки посещают и учатся в монастыре, чтобы научиться писать, овладеть грамотой. И потом они возвращаются. А в галерее на третьем этаже выставочного центра Полина показала гостям картину, написанную буквально накануне на прогулке по парку Монрепо. Уже был пасмурный день, начинался дождь и последние штрихи были закончены. Меня вдохновил этот замок белоснежный, который на фоне темного неба светился как жемчужина. И, конечно, сами валуны, которые очень живописны сами по себе. Полина призналась, что хочет еще раз вернуться в Выборг, но уже на несколько недель, чтобы создать серию набросков, пейзажей и портретов местных жителей. Экскурсию сопровождала классическая музыка. Вместе с художницей из Казани в наш город приехали солистки Казанского камерного оркестра «Ренессанс». Одна из них – сестра Полины Лидия. Проект музыкально-художественной выставки мы реализуем с Полиной Илюшкиной с 2006 года. Это удивительный проект, который сочетает в себе и музыку, и живопись, как взаимосвязь. Картина, картина галереи не только играет красками, но и оживает звуками. В этом сегодня могли убедиться посетители нашей выставки «Стрела времени». Для каждой картины подобрана своя музыка. Вот как, например, звучит старинная Казань. Увидеть мир глазами художницы, награжденной в этом году серебряной медалью Российской академии художеств «Достойному» можно до 20 сентября. Наталья Березовская, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». Объявлена программа 29-го фестиваля российского кино «Окно в Европу». Он пройдет в Выборге с 27 августа по 2 сентября. За шесть дней зрители увидят более ста картин – игровых, документальных и анимационных. Кинофорум не обойдет стороной тему пандемии. В рамках специального показа будет представлена работа режиссера Константина Мучника «Пожалуйста, дышите». Это документальный фильм о самоотверженности врачей в разных уголках России, которые первыми начали борьбу с COVID-19. Гостем фестиваля станет доктор Валерий Вечерко, российский организатор здравоохранения, главный врач городской клинической больницы номер 15 имени Филатова города Москвы. В марте 2020 года больница была перепрофилирована в инфекционный госпиталь. В период с 27 марта по 6 июня здесь приняли более 10,5 тысяч пациентов с подозрением на коронавирус. Через реанимацию прошло порядка 2,5 тысяч человек. Проведено более 650 операций, в том числе в рамках экстренной хирургической помощи. За эти заслуги Вечерком был удостоен звания лауреата Государственной премии Российской Федерации. На всех парусах к Выборгской земле подходили яхтсмены, участники международной парусной регаты «Балтийский ветер». Она проходила в несколько этапов. Соревнования собрали как спортивные команды и учебные яхты, так и лодки с семейными экипажами. Мероприятие прошло в рамках проекта приграничного сотрудничества между Россией и Юго-Восточной Финляндией. Правда, из-за пандемии в этом году иностранными здесь были только суда. Зато какие. Яхта «Мальва» произведена в Германии в 1938 году. Во время войны она попала в Советский Союз в качестве трофея, а затем была передана Центральному яхт-клубу профсоюзов в Ленинграде. И вот люди, которые на них ходили, с того времени каждый вкладывал свою душу там, старался ее сохранить, работали на ней и ходили, обретали опыт хождения по морю. Вот она деревянная, она же из красного дерева, хорошего качества, но за ней все равно нужен уход. Там где-то что-то подгнило надо, значит, заменить, там постоянно надо ее лачить, красить, шпаклевать, потому что дерево требует ухода. Справиться с этой трудоемкой работой капитану помогает команда. В этом году она значительно обновилась. Некоторые члены экипажа увлеклись хождением под парусом буквально весной. Говорят, что ступать на борт судна следует крайне осторожно. Эта стихия затягивает. Страшно зацепили. Среди испытаний этой регаты заплыв на призы администрации Выборгского района. В этой гонке яхта «Мальва» заняла первое место. Награждение состоялось на причале в Приморске. Здесь победителей радушно встречали организаторы состязаний и представители районной власти. Уверен, что действительно сегодняшний день останется у нас в истории, в памяти, и мы с поддержкой будем двигаться вместе дальше. Призы мы подготовили достаточно уникальные. Это парусник ручной работы, выполненный из стекла, на подставке из бука. И содержит парусник цвета нашего герба, герба Выборгского района. Среди тех, кому вручили парусник, изготовленный Выборгскими мастерами, была и ярославская команда. Гонка очень понравилась. Она нас испытала и слабым ветром, и сильным ветром. И она нам прислала сюрпризы по изменению ветра. Это была очень необычная, очень яркая гонка. Организаторы поблагодарили за гостеприимство районную администрацию, вручив ее представителям памятные призы. Отдельно были награждены участники туристического заплыва. Очень счастлив, что участвовал в организации этой регаты, предложил маршрут для туристов, собственно говоря, и реализовали эту регату. Поэтому для меня это, в общем-то, моя жизнь, я учу управлять яхтой. У нас феноменальная команда, кроме Максима, все первый раз. И такой приз, я считаю, лучше всех остальных. Ценители ярких эмоций на воде готовы принимать здесь и в будущем, причем даже в большем составе. Вспоминая сразу же одного философа, он говорил так, что мы не можем поменять направление ветра, но мы в силе поднять вовремя парус и направить свою яхту на правильный путь. Поэтому хотел бы всем их сменам, всем жителям города Приморска и Выборгского района Ленинградской области пожелать вовремя поднимать паруса и двигаться к цели. Виктория Иванова, Андрей Неробов, медиагруппа «Наш город». На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город. Новости по-выборгски» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг.тв в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!